ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 октября вступили в силу изменения, связанные с ОСАГО. Во-первых, если продавец подержанного авто не собирается расторгать договор автогражданки, то он обязан сообщить об этом в страховую компанию. Во-вторых, с автовладельцев снимается обязанность после регистрации транспортного средства явиться в страховую и сообщить присвоенный госномер. Вписать его в полис можно самостоятельно. В-третьих, в извещении о ДТП теперь не нужно фиксировать контактные данные очевидцев. ТРАССА СТО ОДИН Грузоперевозчики попросили руководство страны освободить от частичной мобилизации водителей грузовиков. В некоторых транспортных компаниях, по словам активистов, сложилась крайне затруднительная ситуация, мобилизуя чуть ли не половину шоферов. В таких условиях фирмы не могут выполнять договоренности по срокам поставки товаров по кредитным и лизинговым обязательствам. Выход видится в введении брони для профессиональных водителей. ТРАССА СТО ОДИН За последний год онлайн-спрос на автомобильные запчасти вырос более чем в 20 раз. Об этом сообщается издание «За рулем» со ссылкой на один из популярнейших маркетплейсов. Больше всего покупателей интересуют фильтры – воздушный, масляный, салонный, топливный, свечи зажигания, предохранители, тормозные колодки, стойки стабилизатора и другие детали. Основная масса клиентов – это владельцы автомобилей «Лада», «Рено», «Хёнде» и «Кия». ТРАССА СТО ОДИН В сентябре средняя стоимость поддержанной легковушки в России зафиксировалась на уровне 1 млн 255 тыс. рублей, информирует агентство «Автостат». В сравнении с январем 2022-го сумма выросла на 20%, а если сравнивать с сентябрем 2021-го – на 50%. В зависимости от модели и года выпуска, говорят специалисты, уровень подорожания отличается. Например, ценник «Лады Гранта» 2019-го года за последний год увеличился почти на 40%, а 7-летней «Тойоты Камри» – почти на 30%. ТРАССА СТО ОДИН Компания «Черри» в ноябре начнет серийное производство кроссовера «Икси Цьегуанг», который в 2023 году может выйти и на российский рынок. Автомобиль будет оснащаться двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 261 лошадиная сила и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод полный. Во внешности машины выделяются безрамочная решетка радиатора с ячеистым узором, скрытые дверные ручки, рельефный капот и необычная оптика. Внутри присутствует, в частности, большой экран, объединяющий цифровую приборную панель и дисплей мультимедиа. Стоимость новинки пока неизвестна. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН